В конце января, когда в Бразилии, в Аргентине начинается лето, компания «Рифлэм» решила провести там бриллиантовую и исполнительную конференции. И собрав чемоданы после новогодних праздников, из холодной зимы, потому что вы знаете, что здесь в прошлом году, в январе были крепчайшие морозы, мы улетели в Аргентину. Это первая страна, которую мы посетили. И вот смотрите, сначала мы прибыли в гостиницу «Хилтон». В основном компания «Рифлэм» заключает договоры с известными брендами гостиничными. Это или «Хилтон», или «Мариот», или «Широтон». И вот мы жили в гостинице «Хилтон». Гостиница находилась в самой богатой части Буэнос-Айреса. Буэнос-Айрес – это столица Аргентины. И вы знаете, вот я вам скажу, что вроде с виду гостиница и ничего особенного, да, но вот на самой верхушке, вот здесь, находится бассейн. То есть, можно было подняться вверх и под небом прямо голубым загорать, купаться. Вообще, очень классное оформление внутреннее. У нас есть целый фильм, который снят на эту тему, поэтому вы можете посмотреть. Я вам потом скажу, где посмотреть. Гостиница находилась в одном из трех доков. Ну, вот здесь на фотографии мы едем. Это мы еще в аэропорту Домодедова, по-моему, мы из Домодедова вылетали. И, или Шереметьево, я уже даже не помню. Значит, и для того, чтобы хорошо перенести акклиматизацию, мы взяли с собой коктейль «Веллнес», о котором вы наверняка слышали. Он продается у нас по каталогам. И, вы знаете, он очень классно помог нам. Даже вот у меня был такой случай, когда в Аргентине у меня было расстройство желудка, потому что, ну, во-первых, акклиматизация, во-вторых, пища совершенно другая. Я вот нечаянно поела такой аргентинский салат традиционный с шампиньонами. Шампиньоны у них совершенно не вареные туда кладут, просто вот сырые шампиньоны. И мне так было плохо на следующий день, и меня вот спас только коктейль. Потому что есть я ничего не могла, но желудок надо было восстанавливать, потому что очень много было экскурсий, различных переходов, поездок. В общем, нужно было быть в форме. Поэтому вот мы очень довольны, что мы взяли с собой коктейль и рады были, что он нам как раз очень хорошо помог. Летели мы в комфортабельном самолете. Перелет занял 13 часов. Мы летели через океан. И вот самое интересное, что в самолете были такие экраны, где показывалось периодически, где мы находимся, в какой точке сейчас именно нашего маршрута. При перелете мы вылетали из Мадрида. То есть мы из Москвы прилетели в Мадрид. Бегом буквально бежали на самолет, потому что немножко в Москве рейс задержали. Из-за каких-то непогодных условий. И вот мы 13 часов летели. Конечно, я спала все это время, так как улетели мы ночью. В общем, здесь еще смена дня-ночи. Так как практически 12 часов разницы. То есть если у нас сейчас где-то 5 часов, то вот прибавьте 12 часов. Это примерно будет то, что сейчас на другом континенте. Так. Прибыв в отель, нас встречало все руководство компании. И это было очень приятно. С каждым они здоровались за руку. И вот здесь, например, вот это Йохан Розенберг, который раньше у нас руководил Арифлейм СНГ и Балти. Это Магнус Брэнстром, который является президентом компании Арифлейм. И самым главным управляющим компанией Арифлейм. Это менеджер по продажам, по операциям в регионах. И вот тут вот закрыт МАЦ ПАЛ, да, МАЦ, который сейчас заправляет Украиной. И так далее. То есть каждый из них здоровался с нами за руку. Было очень приятно. Они желали нам всего хорошего. Номер был очень комфортный для проживания. Окна выходили и на океан, и на фавелы. То есть что такое фавелы? Аргентина, страна контрастов. Там есть люди, которые очень богаты. Вообще, вы знаете, средние статистические данные по Аргентине. У них, во-первых, очень высокая продолжительность жизни для этих континентов. Плюс пенсионеры у них живут, получая пенсию 1000 долларов. И если, предположим, есть потеря второго члена семьи, то государство плачет 50% от пенсии до конца жизни тому члену семьи, который жив. Потому что государство считает, что люди не должны страдать из-за того, что они потеряли своего супруга или супругу. Плюс в Аргентине на одного жителя приходится, по-моему, три автомобиля. То есть это очень достаточно богатая страна. Она колониальная, и ей было дано, как сказать, независимость относительно, так скажем, недавно. И, в принципе, все страны, которые ей очень много помогают, там очень много архитектурных сооружений, которые были подарены конкретно вот в Бонос-Айресе. И вот в таких номерах мы жили, очень приятно, чистенько всегда, кондиционеры. Каждый день я три часа посвящала работе в интернете. Я вела ВКонтакте фоторепортажи, которые пользовались огромным спросом среди моих коллег и консультантов моей структуры, кто знал о том, что мы уехали. Вай-фай я там покупала, то есть порядка, может быть, за две недели поездки я три тысячи потратила на то, чтобы вести вот эти дневники, чтобы консультанты были в курсе всех событий. Но как же без шопинга? То есть мы ходили, естественно, по магазинам и прикупили кое-какие вещи для себя. Ну, вот вообще в Аргентине говорят, кто был в Аргентине и не ел мяса, значит, он в ней не был. Потому что это аграрная страна и в Аргентине люди, которые... Вообще в основном у них даже рестораны мясные, у них очень мало рыбных ресторанов. И вот смотрите, это, конечно, кусочек не мы покупали, это мы просто шли мимо. У нас девчонки, с которыми познакомились из Красноярска, они две такие худенькие девочки. Они купили вот такой кусок мяса, и это то, что у них осталось. То есть они уже покушали, а вот то, что у них осталось. И обратите внимание, что в Аргентине есть свой определенный ритуал прожарки. То есть это вот мясо с кровью считается, да. То есть это самая легкая прожарка. И вот корова, которая воткнута вот в такой кусок мяса, она как раз и рассказывает о том, что какая степень прожарки. Вот если бы здесь была такая серая корова, да, то значит прожарка полностью. И очень, конечно, сложно, не зная языка, объяснять, там, да, к какой степени должна быть прожарка. Но это как вот экзотика, очень интересно. У нас есть видео на эту тему, его тоже можно будет посмотреть по ссылке, которую я вам потом дам. Естественно, мы пошли в ресторан, чтобы посмотреть, как все это происходит и покушать мясо именно аргентинского. Ну и накрывание стола, это была целая церемония и целый театральный спектакль. Потому что приходило большое количество официантов, каждый приносил свое вещь. То есть кто-то приносил хлеб, кто-то приносил вино, кто-то приносил меню, кто-то приносил ножи. То есть это все были совершенно разные люди. Пока мы ждали, пока прожарится наше мясо, пока нам приготовят. В общем, вот так это все происходило, очень интересно. Видео тоже есть. Ну вот, для начала приносят тарелку, но забывают сказать, что она тоже входит в счет. И стоит она 39 песо. Я вот уже не помню, сколько это в долларах. Ну, где-то порядка около полутора тысяч рублей, мне кажется. Мы хотим очень есть и, конечно, начинаем с этой тарелки поклевывать. А потом нам приходит ее и приносят счет за то, что мы с этой тарелки поклевали. Это вот самая шумная улица. Флорида называется. Это улица торговых рядов. На ней очень часто бывают забастовки. Мы даже вот были свидетелями одной из забастовок. Это очень интересно. Люди бьют в барабаны, дудят такие, знаете, дудки, свистки, горны. И призывают таким образом к себе внимание. Даже Саша у нас тоже есть видео. Где-то постучал по одному из барабанов. Толпы зевак собирают. Совсем весело. В общем, целый такой праздник получается из забастовки. Ну, вот таким образом они, эти забастовки проходят у них регулярно на этой улице. Ну, и на этой улице находится очень большое количество торговых центров. Очень много хорошего товара. Достаточно относительно, ну, такой, знаете, не совсем дорогой. Нет таких, может быть, заоблачных цен. Ну, по крайней мере, вот нам понравилось. В один из дней компания нас повезла на ранчо. То есть я уже говорила, что Аргентина – это аграрная страна. И вот компания решила нам показать экзотику. То есть сердце страны – это ранчо. Что такое ранчо? Это большое-большое поле, на котором находится строение, где живут фермеры. Ну, вот конкретно здесь мы были в гостях у фермера, который занимается выращиванием лошадей для игры пола. Пола – это вообще национальная аргентинская игра, очень популярная. И лошади там вообще холеные все. То есть там есть определенные правила игры, которые, вы знаете, для нас это было все равно, что сидеть такое огромное поле. Вы сидели, глазели, как лошади со всадниками бегают и гоняют вот этот маленький шарик клюшками. Ну, вот, тем не менее, все-таки это было интересно. И здесь я еще, видите, в полном весе нахожусь. И мы вот фотографировались на фоне гаучо. Гаучо – это, знаете, как индейцы в Америке, в Аргентине – гаучо. То есть это местные индейцы, так скажем, да, то есть коренные жители Аргентины. И у них есть свои такие национальные наряды интересные. Естественно, нас снова, мы прибыли на автобусах вместе с руководством компании. Вот я здесь как раз сфотографирована с Магнусом Брэнстерном. Это, как говорила, уже генеральный президент компании «Арифлейм». Ну и вот они нас встречают, с нами вместе сидят. Значит, здесь были основатели компании «Арифлейм». То есть было очень здорово. Ну вот как раз матч по полу. Две команды в зеленых футболках. Это команда «Арифлейм». Ну, естественно, это не консультанты и не лидеры. Это просто игроки пола, которые представляли компанию «Арифлейм». Именно выступали за команду «Арифлейм». Как вы думаете, кто выиграл? Вот я сейчас вам вопрос напишу в чате. Значит, там была сборная Аргентины, а здесь была сборная «Арифлейм». Да, конечно, «Арифлейм» победил, поэтому, естественно, там были самые сильные игроки. Да, наши победили, совершенно верно. Ну, после матча нас пригласили на такой вот обед. Представляете, обед под деревьями, в такой тени, потому что там пекло вообще невозможное. В январе там лето начинается в Аргентине, первый летний месяц. И вот нас пригласили, холодное вино, красное, и приносили различные мясные блюда. То есть мы попробовали много разного мяса, салаты. Вот здесь как раз я от одного салатика поплохела потом, который был с шампиньонами. Ну, вот это лидеры из разных городов. Это, например, Уфа Зиля, значит, со своим мужем Зиля Кузнецова, которая придумала акцию «Подари подарок другу», которую сейчас активно используют консультанты. Это у нас лидеры с Новосибирска. Ну, это вот наши руки тут, Саши. Вы знаете, очень красиво. Вот смотрите, какая природа замечательная. Просто бесподобно. Вот где еще можно так путешествовать? Вот я вас призываю, конечно, задуматься о том, что с Арифлейм можно просто посмотреть мир. Поэтому наш столик, какой пейзаж за плечами. Очень романтично, красиво и незабываемо. Причем, вот видите, у всех белые шляпы на головах. Белые шляпы – это как раз то, что нам выдали Арифлейм. Это сумки, чтобы мы не напекли себе голову. То есть это все-все-все включено и совершенно бесплатно. Здесь мы с Робертом Афьокником, это основатель компании Арифлейм, один из братьев, смотрим танцы гаучо, которые организовали после обеда. Потом Роберта пригласили танцевать. Ну, в общем, Йонас тоже там был. Ну, вот Йонас где-то сидел в другом месте. Ну, вот так мы смотрели. Все очень демократичные, вообще очень скромные миллиардеры. То есть достаточно человечные. Знаете, нет такого, что мы там VIP, а вы там никто. То есть все очень демократично. Они рядом с нами, делают то же самое, что и мы. Танцуют там же, едут с нами в одних же автобусах. То есть все очень супер. Вообще, я за это очень люблю и уважаю компанию Арифлейм. Самый незабываемый танец, это танец с платочками. Очень нежный, трогательный. Его тоже можно в видео посмотреть на моем сайте. Потом дам ссылку. Это вот национальный колорит. Помните, был такой у нас Рабыня Изаура фильм? Помните, да? Вот как раз Рабыня Изаура жила на подобном ранчо. И вот это внутреннее убранство ранчо. И как раз вот эти сериалы, они пришли из Мексики. А Мексика это совершенно рядом, недалеко от Аргентины. В принципе, бытность немножко созвучна. Поэтому сейчас там находится музей. Но мы тоже посидели на диванчиках, как кино про Рабыню Изауру. После танцев, для того, чтобы мы не засиделись, нам показали мастер-класс по приготовлению национальных аргентинских пирожков с начинками, которые называются Эмпанадос. Представьте, это пирожок с мясом и с луком. Там с различными специями. Вот я здесь учусь. Кстати, не с первого раза у меня получилось. И пирожки у меня, конечно, были такие корявенькие. А еще нас учили заваривать традиционный аргентинский чай Матэ, который вообще аргентинцы пьют просто термосами, литрами. Пьют в течение дня, потому что он очень хорошо утоляет жажду. И является таким... Вообще Матэ содержит алкалоиды. Даже говорят, что немножко такой... Есть легкий наркотический эффект. Но это как бы так, не сильно, скажем. Поэтому чай достаточно интересный. Знаете, такая медовая горечь. То есть такой горький, густой. Такой вот, как вот мед тянуть. Ну, то есть очень интересный напиток. И нам показывали как раз, как он правильно заваривается. Вот смотрите, вот такая трава накладывается в такую турку. Называется это специальная такая заварочная емкость. Колобаса. Делается она из натурального плода. Это, по-моему, забыла плод чего. Значит, и наливается кипяток. Там как-то в определенных пропорциях кладется сахарный песок. Вроде кому горько. Кто-то и без сахарного песка пьет. И вот такая трубочка есть, которая вставляется в эту колобасу. И все пьют из трубочки. Обычно, когда приходят в гости, вот такая колобаса заваривается. И пускается по кругу. И каждый отпивает по глотку, потому что пить его невозможно. Вот знаете, так вот, такими глотками. Чисто вот отпил и во рту там смакуешь. Потому что это натуральная горечь. Вот горько, вообще горько-горько. Ну, по крайней мере, мне понравилось. Я люблю горькие. Я люблю, например, кожицу у лимона. Поэтому мне так вот в самый раз было. Ну, такой интересный. Такая интересная. Ну, трубочку, конечно, все очищают там этими салфетками и потом передают друг другу. То есть у них вот как-то так принято. Это традиционные, как вот у нас чай, например. Там чайные церемонии есть, да, русские с самоваром. То у них вот это вот принято. Ну, и, конечно, одна из мечт вообще моих была, это покататься на лошади. Я вообще первый раз водрузилась на лошадь. Почти сама забралась. И вот меня на нем покатали немного. Я вообще не думала, что я это смогу. Потому что с моим весом 115 килограмм это просто было нереально. Но все-таки, вот знаете, это осуществилось. И Саша тоже покатался на лошади. Ну, и вот репортажи и видеоматериалы по поездке в Аргентину. Про Бразилию я вам расскажу в следующий раз, как мы съездили. Вы можете посмотреть на сайте neno.tv.ru Вот этот, который...